...зал 750 офицеров. Ну, призывали там по теме экстремизма, сегодня это необходимо. И ни один не может объяснить наш флаг российский. А у каждого нашивка. Я доказываю, что флаг наш вневременный, вненациональный, нерелигиозный. За всю мировую историю не было флага такого. Почему? Смотрите, просто. Первая полоса красная. Это означает кровь. В крови рождается человек, в борьбе страдает и умирает. Вот, поэт Мисхевич говорил, земля пропитана кровью от коры до центра. С этим никто не спорит. Мусульмане все согласны. Дальше. Жить просто для этой жизни временной слишком скучно. Надо думать о небе. Синее небо меня отманет, я знаю. Там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести и угроз. Синяя полоса неба. Небо синее для всех. Коммунистов, фашистов, буддистов. Согласны, здесь согласны. Третья белая полоса, это откровение в 20-й главе 14-й стихе. Велый реликий белый престол. Ну, как писал, есть Божий суд на перстнике Разрата Лермонтова. Там не поможет злато. Вот. Это белый престол. И вот эти три полосы, это проповедь. Вот есть там зеленая, красная, синяя. Я спрашиваю, вы можете объяснить? Ну, это принято. Вот у нас тут зелени много. Черная полоса, это русские попии. Там вот в Германии говорят. Такого флага нигде нет. Это флаг проповедь, флаг милости. Он скажет, ну уж слишком патриотичен. Докажите по-другому. Я каждую полосу объясняю согласно Библии. Я говорю, ни один, ни офицер, ни военный, никто этого провернуть не может. Так давайте будем достойны хотя этого. Это они всюду сейчас столбы делают так. Одна полоса, вторая, третья. Едешь только и все столбы так разукрашены. Это, ну, неужели нам не доходит, что и другая есть жизнь.